Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петя Асона и я, Эдуард Петер, с нашим проектом Альтернативный Стимпак. Как показала презентация, вас очень заинтересовала вот эта модель настольной лампы ночника. И я услышал, что действительно вы бы хотели посмотреть, как это делается. Потому что, как бы то ни было, это был прототип, где еще пока ничего не склеено, все разбирается. Кстати, задавали вопрос, почему такой эффект замечательный. Ну, здесь просто лампа такая стоит. Их я покупаю в обе или на ebay. Если действительно вы хотите об этом узнать, то давайте сделаем так. Я сейчас съезжу в обе, в этот раз я поеду недалеко. Прикуплю все нужные нам ингредиенты. И мы с вами сегодня займемся, может быть, для женщин скучным делом, но необходимым. Это электрической частью и механической частью. Поэтому, если вы сами не будете это делать, то это видео будет полезно для ваших мужчин, которые, я надеюсь, вам в этом помогут. Итак, я поехал. Так, ну давайте посмотрим, что мы тут накупили с вами. Вернее, я накупил. Так, ну давайте взглянем, что нам потребуется для того, чтобы создать такую лампу Теслы, ночной светильник. Ну, во-первых, сама основа. Это консервная банка, как я уже говорил. Просто снял этикетку и вырезал в ней донышко для удобства. Потом такая полупрозрачная красная пленка. Если есть, то сетка металлическая, если нет, то сетку от лука в продуктовом магазине. Потом анодированная проволока. Можно взять настоящую, но в нашем случае это будет хорошо. Дальше патрончик на Е14, лампочку с эффектом пламени. У меня еще есть кристаллик. Эта штука нам послужит подставкой. Это не что иное, как, я так понимаю, такая штука в стену, которая вставляется, потом выключатель. Отдельно крышка продается за 9 центов. Тут парочку я взял каких-то крышек. Не знаю, подойдут. Нет, мне надо посмотреть еще. Мне кажется, они маловато несколько. И самое главное из электрики. Это вот шнур с выключателем. А этот шнурок я купил для того, чтобы вытащить сердцевину и туда протянуть вот этот провод. Ну, чтобы оно как бы соответствовало стилю. Не знаю, еще надо чем-то покрасить. Вроде синий, как не совсем подойдет. А вот черный был бы в самый цвет. Ну, и естественно, полимерная глина FIMO. Это у меня Professional. Можно взять и Soft. То есть, любое, что попадется. Ну, вот, пожалуй, и все. С этого можно и начинать. В этой подставке под патрон нам нужно сделать отверстие необходимое. Такого сверла у меня нет. Да и не хочу я сверлить. Я обхожусь в этом случае подходящей трубкой. Вот я ее сейчас нагрею. Можно на газу ее греть, на газовой горелке. И как только трубка достаточно нагреется, приложим ее в центр. И вот видите, мы получили ровненькое, хорошенькое отверстие. Без всякой стружки, куда прекрасно вкручивается эта часть патрона. Далее мы ее можем закрепить этой гайкой. И вот уже крепление для нашего патрончика готово. То же самое я найду сейчас, где лучше всего будет мне просверлить или прожечь вот здесь дырку для кабеля. Что мы сейчас и сделаем. Сейчас ввелим ее пониже вот здесь. Видите, как все удобно и просто, красиво получается. Тот же самое мы сделаем и с вот этой крышечкой. После того, как мы проделали вот в этой коробочке тоже такую дырочку неплохую, отверстие, вставили в наш нижний подставку патрон. Теперь оденем этот сюда и закрепим все это гайкой. Вот такая устойчивая штука получилась. Для чего я это сделала? Для того, чтобы можно было банку вставлять и здесь потом с помощью пару шурупов надежно закрепить ее, чтобы она уже без всякого клея и для того, чтобы менять лампу, можно было просто открутить два болта, лампу сменить и снова все поставить. То есть это то, что мне не хватало в первой версии. Так, после того, как система собрана, мы можем теперь сюда протянуть кабель. Система здесь упрощенная, поэтому это делается легко, без всяких даже винтиков-шпунтиков. Так, и вставляем теперь вторую. Я на этом не заостряю внимание, потому что у вас может быть другая система, а здесь она так вот. Щелк, и все. Проверяем. Ну вот, электрическая часть у нас готова. Если вы это делаете только для себя, то в принципе это можно здесь приклеить как-то или еще как-то укрепить, но я хочу это сделать на продажу и посему я буду делать уже как говорится капитальненько, да? То есть я просто сейчас просверлю с обоих сторон по дырочке. вот так и здесь с помощью болтика и гаечки закруплю с обоих сторон и будет она у меня держаться. чтобы упростить установку я вот здесь сделаю ножницами прорезы после того, как наши отверстия готовы шлицы можем приступать к сборке то есть я поступлю следующим образом я возьму небольшую шайбочку и здесь накручу еще одну гаечку она послужит мне стопором ну вот теперь у нас довольно таки надежно держится наша баночка и не только электрическая ну и механическая часть у нас теперь закончена вполне за короткое время мы собрали на мой взгляд довольно таки неплохую основу для нашего светильника причем она более профессиональная она уже с крышками здесь она позволяет снимать сам плафон что тоже немаловажно для удобства единственное что мне не удалось это сюда пропустить этот шнур видать диаметр не подошел поэтому я отказался от этой идеи ну ничего спрячем как-нибудь по-другому итак первая часть нашего мастер-класса закончена на этом следующий мы приступим уже к оформлению вот этого всего я думаю тогда вам будет немножко интереснее правда ну а пока фирма Петерсун я Эдвард Петер прощаемся с вами желаем вам всего самого доброго и следуйте за нами и мы с вами создадим такую хорошую лампу пока пока